Всем привет! С вами Алексей Гладков, а это значит вы смотрите канал Mobile Developer. Как вы поняли из видео, сегодня мы будем рассматривать третью часть RxJava, поговорим об операторах объединения, поговорим о других различных операторах условностей и так далее, которые помогают нам, скажем так, облегчить жизнь. И я думаю, это будет последнее видео по RxJava в ближайшее время. Почему? Потому что я хочу перейти к теме потоков и многопоточности, а чтобы в RxJava хорошо отобразить тему с потоками, мне нужно перед этим, скажем так, сделать несколько видео, которые подводят нас к этому, чтобы можно было после RxJava сразу выпустить видео с коррутинами, про которые я тоже вот уже хочу рассказать. Соответственно, устраивайтесь поудобнее, наливайте себе чай, поехали! Операторы комбинирования Это, на мой взгляд, одни из самых полезных операторов RxJava. Ведь очень часто нам нужно обработать результат двух, а может и большего количества запросов. Скажем, у нас есть некая публичная API, которую мы точно знаем, никто под нас менять не будет. Ну, то есть, что есть, то есть. А вы должны получить что-то другое в своем приложении. Например, у нас есть мощность машины по генерации криптовалюты, и есть другое API, которое выдаст нам курс криптовалюты за единицу. А вы в своем приложении хотите вывести, сколько денег вам приносит ваша машина. Более того, давайте немного усложним задачу. И вы хотите знать не только, сколько приносит машина, но и сколько она тратит, чтобы вы, допустим, не уходили в минус. Ведь, как многие знают, для майнинга криптовалюты требуется очень много энергии. Для этого мы должны обратиться еще и к третьей API, которая вернет нам стоимость киловатт в час, а расход вы знаете из первого. Вот именно в таком случае нам сильно пригодятся наши операции комбинирования, которые позволят вам все это объединить одним запросом и получить на выходе все данные, которые вам нужны. Итак, первый оператор, которым я частенько пользуюсь, это оператор ZIP. Этот оператор комбинирует эмиссию двух источников данных, специфическую B-функцию, и в дальнейшем он сам является источником данных, выпускающим тот тип, который вы укажете результирующим функции. Что это значит? Грубо говоря, это как раз тут и есть тот случай, когда у вас один источник данных возвращает мощность машины, а второй возвращает стоимость валюты, и вы просто берете мощность, умножаете на стоимость и получаете значение на выходе стоимость в час. В итоге вы работаете с двумя запросами, как с одним, получая желаемый результат на выходе. Вы можете сами придумать примеры и написать их в комментариях, где еще можно на практике получить вот такое вот объединение. Но мы, естественно, чуть позже посмотрим все это в коде. Идем дальше. Второй оператор называется Мердж, и он отчасти похож на первый. Он комбинирует два потока данных, например, обсюрогл, превращая их в один поток. То есть это примерно похоже на слияние двух рек в одну. Вообще, кстати, если представлять себе источники данных как конвейерную ленту или как реку, это будет хорошей аналогией для того, чтобы понимать, как работают операторы. В качестве примера, допустим, у вас есть в школе 5 учебных классов. И у нас есть задача собрать всех учеников и подать данные на принтер, например, или на экран. В таком случае оператор Мердж подойдет, потому что нам, по сути, не важно в каком порядке выводить данные, так как наша задача просто отобразить всех. Потому что оператор Мердж не ждет, пока закончит работу и любой из источников данных, а отображает данные в момент их прихода. Следующий оператор это Join. Это очень интересный оператор, который работает следующим образом. Как только два потока данных пересекаются, они будут объединены в один источник данных. Результат будет отправлен как бы из нового источника данных. Это не очень понятно из истории, но в целом хорошо работает, когда вам нужно не просто объединить два источника данных, а сделать некую между ними результирующую операцию. То есть, например, посчитать общую ЗП от двух источников доходов. Пример не очень реальный, но тем не менее подходит. На практике мы увидим, как это работает более точно. Еще один оператор объединения это CombineLatest. Это очень интересный оператор, который собирает при появлении в любом из двух источников данных нового элемента последние элементы из каждого по одному и передает их в специальную функцию, где их результат смешивается и с ними идет работа как с элементом из нового потока данных. То есть, если у вас, например, есть два списка, которые присылают данные с разной периодичностью, ну, скажем, вы в приложении хотите отобразить данные двух цехов, с которых вы забираете через Wi-Fi или Bluetooth, что-то, и выводите в дэшборд, чтобы показывать температуру и как-то выводить уведомления, если она слишком превысила норму в одном из цехов, то вы можете каждый из этих потоков данных, с каждого из цеха, да, объединить в CombineLatest, и вы всегда будете иметь информацию, актуальную для обоих цехов, для обоих цехов. То есть, если вы используете CombineLatest, для вас подойдут те источники данных, для которых важно знать именно последнее значение, то есть, актуальную, так сказать, информацию. Вот пример с дэшбордом, это достаточно хорошая аналогия. Можно, в пример, взять несколько там потоков данных, да, то есть, некий дэшборд, который просто отображает некую приборную панель, то есть, аппаратные данные превращаются в программные, и вы хотите отобразить их на приборной панели. Здесь как раз хорошо подойдет оператор CombineLatest. Итак, наш следующий оператор объединения, это оператор ConCAD, и он очень похож на оператор Merch, за тем лишь исключением, что он не выплевывает в OneNex все данные, которые ему пришли из двух и более источников, а дожидается выполнения более ранней миссии, прежде чем обработать новые. То есть, если у вас, скажем, данные из кэша или из нетворка, он вначале отобразит все данные из кэша, а потом уже отобразит все данные из сети. Подходит для стандартной ситуации, когда вам нужно связать данные из различных хранилищ, а потом перетереть это данными из сети, плюс можно указать оператор First. В таком случае, если у вас нет данных кэша, он пропустит это и сразу перейдет к данным сети. Ну и замыкает наш лист операторов объединения, это оператор SwitchOnNext. Это интересный оператор, он работает с первым источником данных до тех пор, пока свои данные не начал имитить второй источник, и он переключается на него. То есть, если у нас два конкурирующих источника данных с приоритетами, и второй приоритетнее и важнее первого, например, первый имеет кэшированные данные, а второй более свежие из сети, то можно использовать оператор SwitchOnNext, чтобы получать кэшированные данные, пока, например, сервер не ответил и не стал присылать данные актуальные. Ну, а теперь мы посмотрим, как это все выглядит на практике. Итак, наш первый оператор, это оператор ZIP, про который я рассказывал. Вот у нас есть два Observable, которые содержат имена, как вы видите, и фамилии. Мы берем и делаем ту самую операцию ZIP. Мы берем имена, потому что это наш Observable, ZIP. Здесь видите, очень много-очень много разных параметров. Они, кстати, вот я хотел показать, они все расшифровываются, то есть как это все будет работать после того, как вы объедините два потока данных. Вот, собственно, нас интересует, по-моему, вот эта функция, если я ничего не путаю. Но он здесь еще подскажет. Да, мы указываем имена, ой, фамилии вернее, и вот эту самую нашу B-функцию. Так, смотрите, чтобы это именно ReactFX было, иначе потом очень долго будете думать, в чем проблема. Мы сделаем очень простое объединение, то есть у нас есть список имен и фамилий. Так, сейчас, вот у нас функция play, естественно. Ну, мы помним, у нас уже B-функция была, да? И мы сделаем очень простую операцию, мы сделаем T1 плюс T2. Не, давайте так сделаем. Вот так, T1, T2. И, собственно, поработаем с ней. Ну, на самом деле, это можно даже не делать. Так, subscribe. Ну, error у нас не будет, потому что у нас тут очень простое все, да? Он тут будет подсвечивать в желтом, потому что мы не добавили это в Dispose Back. Давайте добавим, чтобы он перестал. А сюда выведем лог. Ну, так, напишем result. И давайте запустим, посмотрим, что получится в результате. Вот у нас загрузилась Алексей Иванов, Петров, Сидоров, Цветков, ну и так далее. То есть пошли фамилии. Ну да, он, в принципе, обединил. То есть... А, ну, конечно, я неправильно, естественно, я указал, я думаю, в чем прикол, а я указал же все айтемы как один, как одну строку. Думаю, ничего не понимаю, почему такая штука происходит. Так, сейчас, еще думаю, странно, он как-то их не разделяет. Бывает, бывает, ничего страшного. Опечатки очень много, ну, скажем так, очень большую часть ошибок в коде составляют. Из-за которых ты потом не совсем понимаешь, что происходит. Так, еще раз, попытка номер два. Да, ну, в общем, вот вы видите все результаты. То есть, Алексей Иванов, Алексей Петров, Владимир... А, ну да, два Алексея, потому что Владимир Сидоров. Георгий объединился Цветковым. Дмитрий у нас стал Никулин. Почти Евгений Миронов. А для Папанова, извините, пары не нашлось. Поэтому объединить не получилось. И, соответственно, в One Next он не попал. То есть, если мы здесь допишем, ну, я не знаю, ну, или давайте вот так даже сделаем. Здесь допишем Евгений у нас есть. Пусть будет Олег. Олег. Так, сейчас обновим. Да, теперь у нас на все имена хватило фамилий. И, соответственно, они объединились в один общий список. Ну, это, конечно, вымышленная ситуация. То есть, когда вам нужно объединить имена с фамилиями. Да, ну, редко такое бывает. Но вот, как я уже говорил в теоретической части, если вам нужно объединить, например, некие данные о товаре и его цене, то есть, это часто бывает, товар, например, мы знаем, сколько произвели товар от одного API и знаем цену этого товара с другого API. Соответственно, вот тут вот идеально подходит. Ну, давайте я даже пример приведу. Допустим, у нас тут... Давайте создадим еще у нас... А, так, он последнюю строчку копирует. Так, сейчас. Так, это будет не имена, а goods. А это prices. Ну, там, например... Ну, давайте так... Постер. И какой-нибудь... О, вон. Так он пишется, если ничего не путаю. Ну, я, конечно, не буду здесь сильно много их писать. Как бы смысла в этом нет никакого. У этого будет там 15, не знаю, USD. У этого будет 20 USD. Ну, например, просто так вот. Балты так, извините. Сейчас я закрою. У меня тут куча всего. По работе пишут. Так, ну и, соответственно, сделаем тут, в принципе, все то же самое. Объединим товары с ценой. Тут вы, кстати, можете делать какие угодно преобразования, да. То есть, ну там, это самое простое, что я сделал. То есть, можно if-ы всякие разные писать. То есть, как бы, например, там, не знаю, if-t1-equals-oven, то... Ну, это какое-нибудь простое вообще условие, да. То есть, хардкодить плохо, да. Мы все об этом помним. Вот так сделаем. То есть, везде будет цена отображаться. А здесь мы напишем, например, not-available. Ну, это тоже, опять же, неправильно. Так, стоп. Потому что она не unused. Return надо написать. Так, конечно, неправильно делать, но тем не менее. Он сейчас еще скажет, давайте вынесем за if. Неправильно в том, что хардкодить нельзя. Я как-нибудь отдельное видео сделаю по архитектурным подходам, по чистому коду и так далее. Но вот кое-какие вещи буду вставлять непосредственно в текущее видео. То есть, сейчас мы увидим, что... Ну, вроде должно сработать. А, ну, конечно, я, естественно, equal case не указал. Буквы разные, да. Поэтому здесь не сработает. Давайте перезапустим. Да, ну, в общем, можно было, да, написать, например, oven. Давайте так. Is not available. Давайте, чтобы вообще по красоте было. Да, то есть, комбинации внутри вот этой b-функции, это полноценная функция, можете делать с ней вообще, что хотите. Главное, вернуть результат. Соответственно, здесь не обязательно должен быть стринг. Здесь такой же тип, как вы укажете его здесь. То есть, вы можете вернуть boolean. Например, true или false, в зависимости от того, что товар это oven или не oven. То есть, ну, как угодно трансформация. То есть, это, в принципе, отчасти напоминает там flat map, да. То есть, какие угодно трансформации, но за исключением того, что вы здесь объединяете два потока. Я думаю, с этим разобрались. Переходим к следующему. Итак, наш следующий оператор, это оператор merge. И для того, чтобы показать его работу, то есть, помимо того, что он объединяет, да, какие-то два потока данных, то есть, это понятно, очевидно, я хотел бы показать, как это выглядит, разнесено во времени. И здесь мы, кстати, заюзаем еще наш оператор zip, плюс ко всему, который был предыдущий, да, чтобы показать, как это происходит, ну, там, во времени, условно говоря, о том, что, грубо говоря, ну, вот эти источники, то есть, функция merge, оператор merge, он не заботится о том, в каком порядке пришли вот эти вот данные. Для этого мы напишем такую вот функцию, то есть, еще один оператор, укажем, допустим, 300 миллисекунд, они должны пересекаться у нас для демонстрации, эти миллисекунд. вот, все та же бифункция, и не string, string, так, что это он? А, ну, понятно. Так, функция apply, которая будет просто тупо возвращать t1, так, она будет смержена у нас с функцией и фамилией, которая будет, в свою очередь, не пойму, surnames, которая будет у нас смержена, в свою очередь, ну, вернее, не смержена, а зазипана, с интервальной функцией, так, ой, что-то я не топишу, так, сервабл интервал, тут будет пускать, допустим, 500 миллисекунд, то же самое абсолютно сделаем, для простоты, так, браузер проснулся, так, сейчас здесь, здесь он у нас нам скажет, что вы должны заимплементировать метод, окей, не вопрос, давайте мы еще, чтобы он это не подсвечивал, а то это немножко раздражает, добавим в dispose back, все, да, понятно, subscribe, так, ошибки, на ошибки не будет, и мы, собственно, ну, сделаем все то же самое, распечатаем результат, результатом будет наша строка, result, давайте так сделаем, давайте запустим, посмотрим, что выведется у нас в консоль, ну, вот пошли наши данные, как видите, они абсолютно, как сказать, абсолютно хаотичным порядком идут, то есть, первым имитировался Алексей, потому что это 300 миллисекунд, вторым имитировался Иванов, потому что это 500 миллисекунд, вот он в каком порядке пришел, в таком порядке и имитировался, потом опять Алексей, потому что прошло 600 миллисекунд, потом Олег, потому что прошло еще 300, и стало 900, потом прошла секунда, и имитировалась фамилия, вот видите, то есть, ну, через некоторое время будет, грубо говоря, некоторая зависимость видна, Если бы там было бесконечное количество различных элементов То есть можно было бы увидеть закономерность Что там имитируется 1, 1, 1, 1, 2, 1 и так далее Потому что у нас пересекаются временные зоны То есть там 300, а там 500 миллисекунд Если бы мы и там, и там указали, допустим Ну хотя здесь 300, они бы, наверное, кстати, хаотично приходили Ну-ка давайте посмотрим, мне самому интересно Если мы укажем одинаковое время Давайте его почистим Ну, в общем, да, тут, грубо говоря, где-то срабатывает Быстрее там одно, где-то другое И он их просто выводит, ну, по мере возможностей То есть, ну, вот так работает функция мер Что это именно важный момент, что она Не заботится о том, в каком порядке Ну, там, чтобы дождаться первый поток данных, да Она просто выводит вот все, что к вам приходит Скажем, у вас поток данных Почему я все время говорю, что поток данных Ну, почему мне приходится делать интервал Потому что в реальной жизни, когда вы работаете с пакетными запросами С обычным рестом У вас не бывает такого, что вам пришли там, не знаю, имя Через 20 секунд еще одно имя Через 30 секунд еще одно имя Такого не бывает Бывает, когда не разом вам отдал там рест все данные, да И вы там, ну, вы их отобразили Поэтому здесь это, возможно, не так критично То есть, здесь мерч хорошо бы отработал Кстати, давайте мы попробуем убрать Ну, хотя нет, ладно Мы, в принципе, и так здесь увидели, что произойдет Если объединить их в одно время То есть, они хаотично нападают Это работает, когда у вас, например, есть некий сервис, из которого капают данные И они вот капают, капают там с каким-то определенным временем Да, у вас есть какой-то другой источник данных Например, хорошо работает такая тема в связке с какими-то аппаратными вещами Например, если вы подключаете медиа устройство к вашему телефону И у вас там человек играет на нотах То есть, как он играет на нотах, вообще непонятно А представьте, что вы подключили, допустим, два медиа устройства И вам нужно отображать на экране ноты, которые вам пришли от этого медиа устройства И, ну, то есть, все ноты, неважно, какие, грубо говоря То есть, кто их играет, да? Ну, хотя вы можете, грубо, ну, там, как-то отличить, например, по какому-то признаку объекта Там, подкрасить его определенным цветом Но вам важно отображать их в момент, когда они пришли Вот мерж, пожалуйста, два потока Два драйвера отдает два потока данных Вы их мержите, они отображаются Все, очень просто С мерж, я думаю, понятно Переходим к следующему оператору Итак, наш следующий оператор, это Combine Latest Пишется он немножко маленько странным образом Давайте мы создадим, скажем так, имена с интервалами Или нет, давайте даже сделаем не так Сделаем, допустим, как я говорил, да, прибор Панельный прибор, допустим, у нас есть давление Допустим, у нас есть давление Так, сейчас я его тут запишу Ну, какие-то конкретные значения Не давление, давайте не давление, а что-нибудь другое Температура, да? Допустим, у нас там конец эха Там у нас 120 градусов, 111, 90 Ну, 90, 100, 102, ну и так далее Хватит, допустим И, допустим, температура Завод Первого завода, ну там у первой фабрики А у нас в кабинете у директора должно висеть приложение Там в каком-нибудь планшете Которая показывает у нас Какая у него температура в цехах Чтоб он понимал, что у него там ничего не взорвется А тут наоборот Минус 10, минус 20, минус 5, минус 30 Ну и так далее Сделаем их, ну скажем так Скомбинируем их несколько Ставим интервалом То есть, опять же, чтобы они приходили в разное время Вот у нас, собственно, сам оператор То есть он вызывает несколько иначе, чем вот предыдущие оператора Как вы видите, у него здесь можно передавать несколько сорсов Да, и функция комбайнер Которая, по сути, та же самая бифункция Можете хоть массив таких То есть у нас может быть две факторы Три, четыре, пять, десять, неважно Берем, передаем сюда наши факторы Давайте только ее склеим вместе с интервалом 300, давайте так, 300 миллисекунд Так, а, это наш первый Скажем так, первая склейка Так, вторая наша склейка Это факторы 2 Тут пускай будет 500 миллисекунд Опять же, внесем функцию в отдельную строчку Чтоб неудобно было читать Так, int Что-то я тут намудрил Вроде все правильно А, zip with А, да Стоп Да, вот так И сделаем здесь, соответственно Нам не хватает функции комбайнера То есть та же самая бифункция То же самое все Только здесь у нас int int И на выходе тоже пусть будет int Так, что мне нравится Required Boolean Так, возможно, где-то напутался Скобочками Иногда я блайн-то во все равно Так, интервал Диафин запятая Так, возвращать мы будем некий object Давайте мы здесь создадим некий object Нет, давайте просто массивчик будем возвращать Ну, вы понимаете, да Можно создать точно так же класс Так, тут у нас Тип не совпал Array То есть можно вместо Array В принципе создать просто класс И все Который будет Так Тут тоже Disposable Disposable Не люблю, когда он так желтым подсвечивает И вот мы в дэшборде Здесь, собственно, будем выводить Factory One давайте Factory One Hit One Hit One Factory Two Hit One Так, здесь может быть Error Потому что он Latest берет И может быть Значения здесь не быть Так, сейчас Давайте мы на всякий случай Делаем так Никогда так не делайте Как я сейчас делаю Это нужно для Демонстрации Всегда указывайте Конкретную ошибку Все То есть Что мы сейчас должны увидеть Мы сейчас должны увидеть Ну, некий такой дэшборд Правда в логах По тому Как у нас Меняется температура В двух цехах Да То есть Реальная же дача Реальная То есть Если обрамить Все это красивым визуалом Сделать нормальный класс А не array В котором будут Две температуры Все такое прочее То есть Должно работать Ну, можно сделать Прикольное приложение Ну, то есть Чисто на одном операторе Да На Combine Latest Ну Естественно Combine Latest Как и все остальные операторы Можно использовать Как один из Операторов Преобразований Которых у нас там Масса Да Так, так, так Тут что-то наприходило 300 миллисекунд Я, конечно, мало поставил Первое значение Значит, у нас пришло От Ну, представим Да, что вот у нас Экран И вот первый фактор Температура 120 градусов Минус 10 Отлично все Потом пришло 111 Минус 10 90 Минус 10 Все еще 90 Минус 20 Здесь обновилось Так, или что я там Понаписал Минус 10 Минус 20 Да Потом, значит, 5 Минус 20 Кое-то время И потом Минус 5 Минус 30 То есть вот У вас реальный дешборд Где отображается Последнее состояние Температуры В обоих цехах Или там В обеих цехах В обоих цехах Да, вроде так Соответственно В принципе В приложении Это можно использовать Достаточно много Где Но опять же Опять же Речь идет о том Что данные у вас Приходят с периодичностью То есть Это подходит Только в этом случае Поскольку 99% Приложений Это простые Тупые запросы В рест И отображение Это в интерфейсе Придумать Скажем так Более-менее Реальную задачу Хотя вот это достаточно реальная задача Достаточно тяжело Потому что Очень много Скажем так Приложений Просто выполняет Роль тонкого клиента Ну я об этом уже говорил В предыдущем операторе Ну в любом случае Вот вы увидели Как работает комбайн Лейтест Вы можете это применять Если вы где-то Это примените В реальном проекте Пишите обязательно В комментариях Мы разберем этот случай То есть Ну обсудим там Поговорим в комментариях Может быть даже тоже Какие-то ответы Да будут То есть Где можно использовать Вот такой вот Оператор Где вернее Не то что можно использовать Где можно понятно Где вы его используете То есть Может быть вы подумаете В своем проекте Блин это как раз то Что я искал Капец Я там столько запаривался С разными переключателями А тут оказывается Можно все это Объединить в один поток Там И работать с ним Как с одним потоком Ну а мы переходим В следующей функции А наш следующий оператор Называется Конкат И как вы помните Как я говорил В теории В принципе он почти Ничем не отличается От мерш Кроме того Что он дожидается Исполнения Одного Апсюрвабл И только потом Выводит второй Смотрите как это работает Давайте мы используем Наши те же самые Имена и фамилии Как бы это очень удобно Сделаем им Такой же Тайм интервал Ну и собственно Поехали Такой же Так И сделаем Это Конкат Нет не конкат Так Конкат Уиз Уиз Так Тут другое Все Робл То же самое Сумнames Зипуиз Так 500 Так Сделаем Так Вроде Все Ага Object Блин как меня раздражает Это желтый Фигня Давайте мы вот так сделаем И все И она должна погаснуть Так Рутерн Т1 Ну и собственно Вот Собстрайп Для нашей конкретной задачи Простительно Не добавляется Каждый раз Каждый раз Здесь Пауз Бэк Так Выводим В логи Ну смотрим Собственно Что выведется То есть Какие у нас будут Имена И фамилии Так Этому давайте Почистим Да Вот у нас пошли Наши Все Имена Потом фамилии Соответственно Смотрите Это можно использовать Не только В качестве Как сказать В качестве Такого Временного Оператора Да То есть Для склеивания Данных А можно использовать Так же И для То есть И без времени То есть Давайте мы вот так Сделаем Просто Уберем Вот это Вот все И вот это Вот Все Просто склеим Имена с фамилиями Посмотрим Что произойдет Вот они все Вывелись Причем по порядку То есть Этот оператор Хорошо появится Если вам нужно Склеить любых Два Абсерва То есть Главное Чтобы они Соблюдались Сначала Все данные От первого Пришли Потом все данные Пришли бы От второго То есть В принципе При объединении Двух запросов Например Вы дергаете Курс валют Ну или Не знаю Нет не курс валют Наверное неправильно Скажем так Новости С одного Новостного портала Потом новости С другого Новостного портала И вот вам Грубо говоря Важно Чтобы В том порядке В котором они Приходили С этих новостных порталов В том порядке Они отображались То есть Например Вы дергаете Там пишите имя И новости Имя портала Новости То есть И вот у вас Такой список В приложении Очень хорошо Подходит Конкат То есть Если мы Здесь заменим На мерч Возь Вполне возможно Ну нет Конечно Они по порядку Не придут Естественно То есть Они придут В каком-то Разнобое То есть Что-то одно Потом другое Потом третье И так далее Ну хотя Нет Пришли по порядку Но я думаю Здесь Связано с тем Что просто Данные были выпущены Грубо говоря Одни Потом вторые Но Как только Хоть небольшое Разнесение По времени Будет То есть Они автоматически Перемешаются Хотя Вот видите Если у вас Данные пришли Разом Можно и Так сделать То есть Видимо Эффект Проявляется Мердж и выезд И конкат Появляется Именно в разнесении По времени Но все равно Я бы для надежности Рекомендовал Использовать Конкат Если вам нужно По порядку Объединить Два Два источника Данных Так Ну мы переходим К следующему Оператору Здесь я думаю Все понятно Оператор Похож на Мердж Только С одной Единственной Разницей Ну а Следующий Наш оператор Называется Switch on next И я вам Клянусь Я потратил Просто целую Гору Времени На то Чтобы разобраться В том Как это Работает Потому что В реальной Практике Switch on next Не применял И это Один из тех Знаете Странных Операторов Которые Зачем-то Нужны Наверное Кто-то Их Использует Я не говорю Что таких Людей Вообще Нет Но Используются Они Крайне Редко И работают Они Достаточно Странно Поэтому Я вам Даже Сейчас Покажу Как я Ну Собственно Что Получилось В итоге То есть У нас Есть По-прежнему Имена Сразу Зазипованные С Интервалом То есть Они Свеча Next Есть Таймер Который Идет Сделаем В 100 Миллисекунд И Таймер Который Идет Сделаем В 300 Миллисекунд То есть Успевает Пройти Грубо говоря Три Вызова Таймера Прежде чем Срабатывает Ну Видите Конкэт Выс То есть Прежде чем Срабатывает 300 По идее По идее Ну Это еще Мапа Которая Печатает Имена А потом Печатает Фамилии По идее Поскольку У нас Конкат То есть У нас Должно Пройти Все имена А потом Все фамилии То есть Они Должны Вызваться По очереди Теперь Смотрим Что получается В итоге Вот Как видите У нас Прошло Три имени Алексей Алексей Олег А потом Пошли Фамилии Да Почему Как так Хоть Казалось бы Должны Пройти Все имена А даже Потом Идти Все фамилии Это Вот В принципе Так работает Оператор Switch On Next Как Сказано В документации Причем Документация Грубо говоря Там есть Несколько тем На Stack Overflow Где пишут Что документация Ну типа Код работает Не так Как написано В документации И вот В документации Сказано Что Как только Работает Один поток Данных Я это уже Объяснял В теории Как только Появляется Новый поток Данных Он Переключается На него И Тут же Прекращает Работать С первым То есть У нас Здесь Алексей Алексей Олег И пошли Фамилии Потому что Там 100 100 100 300 Он последний Отработал И все И пошли Вот эти Вот Так Сейчас Мы попробуем Сделать Вот так 150 Поставим Здесь И допустим 300 Здесь То есть Там В сумме Получается Грубо говоря Здесь У нас 150 Таймер Но Они Печатываются С 300 Миллисекундной Задержкой Здесь Соответственно 300 Миллисекундный Таймер Но Они Печатываются С 500 Миллисекундной Задержкой То есть Должно Напечататься По идее Одно Имя Потому что 450 В сумме Если это Один раз Успеет Перед чем Он переключится На следующий Поток Смотрим Ну да Вот он Напечатал Одно Имя И потом Сразу же Переключился На фамилии Еще раз Повторюсь Что я Честно говоря Не представляю Где можно Использовать Этот странный Сложный Оператор Прелесть Серых Жал В том Что Там Можно Все Разрулить Достаточно Простыми Операциями То есть Возможно Где-то Это себе Можно представить В реальном Продакшене Когда вам Нужно Резко Переключиться На Второй Таймер На второй Обсюрв Но Опять же Данные Должны Быть Во-первых Сильно Разнесены Во времени Во-вторых У вас Должно Быть Желание Строго Переключиться На новый Поток Данных Если Вы Представляете Или Еще лучше Если вы Используете Это О, ништяк Это то, что Мне нужно Было В моем Проекте Обязательно Напишите Об этом В комментариях С удовольствием Особенно Желательно Если С кодом На гид Где Есть Примеры Реальные Где Вы Используете Это В реальном Продакшене Потому что Еще раз Акцентирую Внимание На том Что Мы Стараемся Применять То Что Нужно Нам Будет В реальной Жизни Мы Все-таки Разрабатываем Приложения А не Устраиваем Теоретические Дискурсы Я все это Разбираю Естественно Для того Чтобы Возможно Кто-то из вас Смотрел Такой Блин Я про этот Оператор Не знал Потому что Я уже Повторялся О том Что В RxJava Столько Много Операторов Что Все держать В голове Все их Знать Практически Невозможно Мне кажется Ты помнишь Только те Которые Постоянно Используешь Но Возможно Ты решаешь Задачу Как-то Более Сложным Способом И такой Блин Вот Как раз Тот же Самый Оператор Ну а Мы переходим К последнему На сегодня Оператору Среди Объединяющих Естественно Это Оператор Join Итак Следующий Оператор Join Он очень Нетривиальный Оператор И Вы сейчас Поймете Здесь Для него Мне придется Отойти От Моего Стандартного Набора Данных Типа С именами Фамилиями И Показать Это вам Все Чисто во Времени В нем Есть смысл Только Во времени Потому что Иначе Он превращается В обычный Конкат То есть Ну если Просто Соединить Два Приджонни Два Оператора По сути Будет обычный Конкат Он просто Выплюнет Все разом Ну там В перемешку То есть Он замиксует Грубо говоря Левую часть С правой И правой Ну то есть Есть имена Фамилии Он для каждого имени Сгенерит Все фамилии Потом Ну то есть Пойдет Алексей Иванов Алексей Петров Алексей Сидоров То есть Он их как бы Скрестит И перемешает И сделает Для каждого Варианта Имени Все варианты Фамилии У вас получится Как бы все Пересечения Возможные Множество Но гораздо Интереснее Того Как это Работает Во времени Для этого У нас Смотрите Есть левый Поток данных Который Просто Генерит Условно Число Каждые Функции Интервала Она возвращает Число Каждые 100 Миллисекунд И число Будет увеличиваться То есть Это будет 0 1 2 3 И так далее А правая Часть Соответственно Генерит То же число То же самое 0 1 Но с периодом В 300 Миллисекунд Да И теперь Что собственно Делает Вот Join У нас Есть левая Часть Мы как бы Join К ней Правую Дальше У нас Идет Две функции Которые Определяют Временные Интервалы Для левой И для правой Части Это Как бы Период Сколько Живет Вот Значение Вот этого Испущенного Из вот этого Observable То есть Какое время Их можно Друг с другом Наложить То есть Я понимаю Что это сейчас Очень тяжело Абстрахно Понять Грубо говоря Вот вы выпустили Item 0 Отсюда С периодом Сотка И вот он 300 миллисекунд Еще потом Если в этот момент В этот момент Правая часть Испустит Тоже сигнал И он Тоже Видите Еще живет 100 миллисекунд Если они Вот здесь Пересекутся То есть Вот В этих Временных Примежутках То они Попадут В эту Бифункцию И здесь С ними Что-то Произойдет Я специально Записал Здесь Лог Чтобы показать Что пришло С левой части Что пришло С правой части Ну и дальше Мы просто Возвращаем Сумму На самом деле Тут не принципиально Я специально Ограничил Take 10 Потому что То есть Мы берем Ну вот Помните Да Из предыдущего Видео То есть Первые 10 Значений Которые Получатся То есть По сути У нас Эти два интервала Они могут До бесконечности Имитировать То есть Свои Значения То есть Поэтому Я ограничил Первыми 10 Дальше Ну результат Собственно Демонстрируется В консоли То есть Это будет Просто Сумма Двух Значений Которые Спустились Они Спускаются По порядку Как я уже Говорил 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 И так далее До бесконечности Ну давайте Мы сейчас Запустим Вот Он сразу же Распечатал Все значения Смотрите Не все Попало В результат Не все И так Идем Поначалу Первая часть Слева испускает Через первые 100 миллисекунд Вот она Испускает Свою первую Там 0 И Значение 0 Резалт Соответственно 0 Потому что Правая тоже Как бы Здесь По сути Еще ничего Не спустила Хотя странно Да А Нет Да Наверное Они здесь Как раз Испустили Обе Получается По значению Они попали В эту функцию Пересечения Тут Слева попал 0 Справа попал 0 Результатом Естественно 0 Потому что Сложение Идет Потом Дальше Через 100 Миллисекунд Правая По прежнему Остается 0 Левая Испускает Еще А Все Вот Да Я понял Как здесь Да Все правильно Прошу прощения Прошло 300 Миллисекунд За это Время На Первый Ноль Которую Спустила Правая Часть Левая Часть Испустила 0 1 И 2 Они Все Были Поскольку Оно живет 300 Миллисекунд Очень долгое время Живет Значение Испущенное Левой Частью Они Все Пересеклись В английском Языке Это называется Overlap То есть Они Наложились Друг на друга Эти данные Соответственно Они попали В эту функцию И были Объединены То есть 0 Объединились 0 1 Объединились В 1 2 Объединились 2 3 0 Это уже Дальше Пошло Через 100 Миллисекунд У нас Появилось Поскольку У нас Вот это Значение Правая Живет Тоже 100 Миллисекунд Оно Успело Попасть На 100 Миллисекунд Интервал И здесь Успело Испуститься Число 3 Здесь По прежнему Все еще 0 Оно Хранится С предыдущего С предыдущего Нашего Имитирования Данных И получилось В итоге В сумме 3 Идем Дальше Теперь У нас Опять Разом Испустилось На Первую Единицу На Первую Которую Следующее Значение Через 300 Миллисекунд И спустилось Соответственно 2 3 И 4 Почему Не Съединиться Потому что Хранится 300 Миллисекунд И каждые 100 Там Можно По математике Посчитать По времени Сколько Прошло Соответственно 2 Плюс 1 3 3 Плюс 1 4 Там И так Далее То есть Смотрим Смотрим Во времени В том Числе До 5 2 3 4 5 Почему Так Потому что Здесь Произошло Наложение Потому что У меня Правое Хранится 100 Миллисекунд И Произошло Наложение По времени Вот Дальше Еще Через 100 Миллисекунд Последние Данные Которые Хранилась Единица На нее Пришлось Следующие Данные От Left Потока Получается 6 В сумме 7 То есть Это Очень Такая Запутанная Математические Функции Но Если Вы Сядете Разложите На Листочки Вам Будет Очевидно То есть Смысл В чем Левый Периодичностью Здесь У нас Указано 100 Миллисекунд И Правый Поток Данных Испускается Некоторые Периодичностью Данные А здесь 300 Миллисекунд Также Вы указываете Левый Поток Сколько Данных Которые Испущены Левым Потоком Как бы После Того Как Они Были Выпущены Пригодны Для Перекрещивания Для попадания Вот В эту Функцию Здесь У нас Указано Тоже 300 Миллисекунд То есть Первый Ноль Который Он выпустил Он выпустит Через 100 Миллисекунд И Будет Еще В течение 300 Миллисекунд Доступен Для Такого Скрещивания Соответственно Вот Это Будет Выпущено Через 300 Миллисекунд И Еще 100 Миллисекунд Будет Доступно Для Скрещивания То есть Грубо говоря Через 200 Миллисекунд После Как Были Выпущены Эти Данные Отсюда С Этими Данными Их Все Еще Можно Скрещивать Соответственно Дальше У нас Уже Данные Не Пересеклись Получается И Они Соответственно В эту Функцию Скрещивания Не Попали Если Запустить Это Без Тейка То есть Если Закомитить Тейк Там Будет Очень Сложная Функция Сейчас Я Мою Покажу Вот Она Идет Тут Целая Куча Значений Видите На Каждый Один Райт Если Так Ну Расписать Тут Конечно Много Получается Так Если Вот Так Вот Сделать На Каждый Один Райт По Три Лефта Идет В Принципе Такая Пропорция Сохраняется Но Это Потому Что Все Очень Быстро На Сам Деле Если Замедлить Видите Вот Тут Более Сложно Все То Сумма Не Настолько Очевидная Но Если Из-за Того Что Здесь Не Успевает Печататься То Достаточно Быстро Печатается В среднем Склад Сочнее Что На Один Райт У вас По Три Лефта Идет Хотя Видите Здесь 473 И здесь 473 Потому Что Закономерность Двойная Мало Что На Каждые Здесь 100 Выпускается 300 Еще На Каждые 300 Здесь Храняще Выпускается 100 Я Специально Взял Такой Пример То Если Вы Поменяете Любую Из Этих Временных Функций Например Вы Здесь Сделаете Чтобы Она Хранилась 100 Мс У вас Принципиально Изменится Вывод Смотрите То Есть Испускается В принципе Все Так же 3 4 5 6 Тут Только Теперь Тут Еще Иногда Данные Чуть Чуть Пропускаются То Есть Нет Десятки Нет Ну С Некоторой Закономерности Данные Как бы Пропадают 27 Нет И так Далее То есть Это Очень Сложная Временная Интервальная Функция Честно Говоря Есть Вопрос Опять же Где Это Можно Грамотно Применить То Это Некий Очень Сложный Запрос Я Предполагаю Что Объясню Что касается Насчет Практики Я Предполагаю Что Ну Рекс Джава Это Все Таки Механизм Который Доступен Для Языка Джава То Что Он Работает В Котлине Это Заслуга Того Что Котлин Исполняется В тот же Байт Код Как бы И Он Спокойно Натягивается Как бы Поверх Джава На самом деле Рекс Джава Это Очень Сложный Механизм Как я Уже Говорил В Предыдущих Видео Который Доступен Для Языка Джава На Котором В том Числе Пишутся Очень Сложные Сервера С Очень Сложными Нетривиальными Запросами С Очень Сложными Функциями То есть Не только Приложения Пишутся На этом Языке Если Вдруг Кто Не Знал То есть Фронт Это Лишь Малая Часть Малая Часть Того Что Действительно Нужно От Рекс Джава Поэтому Так Стали Популярны Карутины Потому Что Почему Был вопрос У меня Почему Карутины Почему Вы Используется Рекс Джава Это Несоизмеримо Более Мощный Механизм Чем Карутины То есть Он Используется Ведь Не только Для Многопоточности Тут Как Вы Видите Есть Огромное Количество Операторов С Очень Нетривиальной Логикой Которая Используется Для Разных Вещей Карутины Почему Хороши Карутины Для Мобильных Приложений Потому Что Они Очень Легковесные Они Не Несут В себе Дополнительного Мощного Функционала Просто Представьте Сколько Здесь Написано Функций Чтобы Вот Это Все Работало То Не знаю Там 90 Я Может Быть Ошибусь Конечно Но Мне Кажется В 99 Процентов Приложений Не Используется 99 Процентов Потенциала Рекс Джава То Поэтому Их Подключают Ради Каких Небольших Вещей Возможно В будущем У людей Станет Вопрос А Нужно ли Тащить Такие Огромные Библиотеки Ради Того Чтобы Переключать Сабскрайб И Апсерф Но Тем не менее Сейчас Такое Есть Как бы Рекс Джава Пытаются Бизнес Логику Писать В приложениях На Рекс Джаве Там Уже Более Сложные Запросы Появляются То есть Более Сложные Какие Комбинации Когда Нужно Что-то Отфильтровать Когда Нужно Что-то Там Джоин Райт Там Да То есть Ну В принципе Джойны Какие-то Они Нужны Мне кажется Более Для Каких-то Бэкэндовских Серверных Логик Которые Намного Сложнее Намного Неповоротливее И Работают С огромной Нагрузкой Приложение С такой Нагрузкой Не работает То есть Когда Говорят Хайлоуд Приложение Да Вся Его Хайлоуд Собственно Ложится Во-первых На Бэкэнд Который Выдерживает Огромное Количество Запросов И Здесь Когда Говорят О том Что Сделать Хайлоуд Приложение Речь Идет О том Чтобы Оптимизировать Количество Запросов Так То есть С кэшированием И так далее Чтобы Серверу Не было Тяжело Это Во-первых А во-вторых С ростом Пользователей Естественно Растет Количество Багов Каких-то Нюансов И тонкостей Которые Приходится Учитывать В приложении То есть Проявляется Его Хайлоуд Само Приложение Само По себе Им не пользуется Одновременно Миллион Человек Как В отличие От Бэкэнда Которого Приложения Поэтому Такие Сложные Вещи В основном Нужны Для Более Каких-то Таких Серверных Задач Ну А мы Заканчиваем С Операторами Объединения Собственно Вот Это Были Все Операторы Объединения Потоков Ну Не Потоков А И Переходим К Следующим Операторам Операторам Другие Операторы Операторы Условности Есть Операторы Проверок И так Далее Которые Мы Рассмотрим В теоретическом Ключе А потом Перейдем И к Практическому А теперь Рассмотрим Другие Операторы Которые Можно Отнести К Упрощающим Жизни Операторам Которые Тоже Могут Быть Полезны Их Можно Переменять Как Конкретному Потоку Данных Так И Любым Объединением Потоков Данных Я Буду Описывать Их Кратце Потому Что Не Все Из Этого Я Использую В Делать Функция Функция Просто Сдвигает По Времени Выпуск Данных Например У вас Есть Список Юзеров Которые Надо Отобразить Дилей Сделает Это С Отображение С Задержкой Указанной В Операторе Например На базе него Можно Сделать Красивый Визуальный Эффект Печатной Машинки Операторы Do Это Операторы Do On Subscribe Do On Next Do On Itch И так Далее Все Операторы Которые Срабатывают При Применении Специфического Оператора Который Кроется В их Названии То Do On Complete Будет Вызван Тогда Когда Вы Вызовете On Complete Источника Данных Time Interval Тут Все Просто Оператор Нужен Чтобы Проверить Сколько Времени Прошло С последнего События Честно Где Это Можно Заюзать Я Не Знаю Проще Если Что Заюзать Debaun Но Я Предполагаю Что Это Можно Использовать Для Обновления Неких Статусов Типа Последняя Активность Такая Это Например Список Пользователей Данных Которого Мы Получали Через Сокет И Писать С последнего Обновления Прошло Три Минуты Как Вариант Time Стэмп Проставляет Временную Метку Каждому Из Айтемов Который Имитировал Ваш Источник Данных Очень Полезно Если Вы Хотите Писать Когда Именно Были Получены Данные Таймаут Выбрасывает Ошибку После Определенного Времени Если Айтемы Не Были Выпущены Оператор Ол Это Очень Легкий Способ Проверить Все Полученные Айтемы Соответствуют Выбранному Критерию То Это Еще Один Способ Проверить Если Уже Некий Айтем Среди Тех Которые Были Выпущены Оператор Дефолт В Эмпти Оператор Который Генерирует Некое Значение Если Источник Данных Ничего Не Сгенерировал Хорошо Работает Для Заглушек Например Если Вам Нужно Либо Отобразить Список Пользователей Либо Отобразить Неких Фейковых Пользователей Если А Настоящих Нет Оператор Каунт Тут Все Просто Он Возвращает Количество Атемов Которые Выпустил Источник Данных Есть Еще Целый Ряд Операторов Связанных С Математическими Операциями Но Это Достаточно Редкое Явление Когда Нужны Прямые Вычисления Поэтому Вы Легко Можете Найти В Интернете Или Документации Рэкс Джава Мы Пока Рассмотрим Эти операторы На практике Оператор Ол Ну Тут Все Просто Я Уже Рассказывал То есть Есть Некое Условие Предикейт Функшн Т Буллин Да Return It Contains Давайте Букву И Что Ли Вот Так Сделан Да Ретерн Не Надо Потому Что Это Лямбда Он Не Дает Устереть Но Видно Что Он Сер Помечен Да Так Его Можно Не Писать В Принципе Так Сабскрайб Оп Оп Как Вы Видите Смотрите Обратите Важный Момент Сабскрайбе Результат В Нексте Не Стринг Как Мог бы Ну Как Хотелось Да А Результат Буллин И Вообще Это Не Некст Это Ну То Есть После Ол Поток Данных Превышается В Сингл И Он Дальше Исполняется С двумя Типа Значениями Либо Булиан Либо Небулиан Либо Господи Либо Да Либо Нет То есть Булиан Да Что Я Сказал Результат Результат Будет Отрицательный Потому Что Не У Всех Есть Большая Буква И Фолс Естественно Логично Потому Что Не Везде Есть Буква И Вернее Сказать И Вообще Нет Нигде А Если У Нас Буква Которые Есть В Числами Ну Там Я Не Знаю Давайте Назовем Так Just 1 2 3 4 5 И Вернем Вот Так Нет Делится Давайте Так It Делится Нет А Да Делится Ну It О Кстати Должно По идее Сработать Делить На Один Жи Без Разницы Правильно Тут Должно Быть True Это Условие Кстати По идее Должно Всегда Срабатывать Типа Должно Быть Always True Хотя А Нет Ну Да Вообще Любое Ну В общем Да Тут Результат True То есть Легкий Способ Проверить Все Ваши Данные Которые У вас Есть Которые Пришли На некое Условие Например ID Больше Какого То Как Вариант Например Так Можно Можно Было Кстати Да It Больше Нуля Например It Больше Нуля Проверяем Тоже Должно Быть True Все Ну В общем Такой Вот Простой Оператор All А Мы Переходим Следующему Оператору Итак Следующий Оператор С которым Мы Поработаем Будет Оператор Contains В Принципе Он Такой Простой Как И Оператор All То есть Единственная В чем Разница В том Что Он Идет По Сравнению Элемента То есть Если Оно Содержит Например 0 То есть Дальше То же Самое Boolean То есть Если Содержит Три То Будет True А Если Не Содержит Три То Тру Соответственно Не Будет Для Объектов Посложнее Чем Long То Для Каких Классов Вам Нужно Либо Использовать Data Класс Либо Переписать Функции Хешкод И Equals Соответственно Так Сейчас Запустим Ну да В общем-то Результат True Потому что Есть Тут Три Как Бо То есть Ну Все Очень Просто Здесь На Самом Деле Поэтому Перейдем Я думаю Сразу К Следующему Оператору А Следующий Наш Оператор Это Оператор Delay Дилей Так Ну Собственно Работает Он Видите Тут Сразу Схема Подгружается Поэтому Подтормаживает То есть Вы Указываете Например Три Time Unit Seconds У вас Соответственно Здесь Инт Потому что Ну Здесь Уже Функция Не Boolean То есть Здесь Все Так Же Работает Обсерва Как И Есть Давайте Мы Возьмем Не Инт А Извиняюсь Возьмем Не А Имена Возьмем Вот Он Их Выдаст Задержкой Сейчас Вот Увидите Раз Два Три Да Вот Они Все То есть Очень Простой Оператор То есть Для Того Чтобы Вам Что-то Отобразить Задержкой Я Иногда Использую Дилей Для Завершения Анимаций То есть Есть Некий Запрос Например Там Ну Скажем Функция Что-нибудь Типа Fetch Я не знаю Users Например Пускай Так Будет Сурубл Стринг Ну И так Далее Соответственно Мы берем Вот Эту Функцию И Делаем Сделаем Допустим Для того Чтобы Как раз Завершить Анимацию То есть Указываем Одну Секунду Прошла Вся Анимация Красивая То есть И Дернулся Запрос В плане Того Чтобы Ну Анимации И Ну И Загрузка Данных Вернее Отображение Данных Потому что Загрузка Данных С бэкэнда С нормальной Работающего Происходит Там За долю Миллисекунды Какие-то Там Бывает Что за 100 Миллисекунд И Анимация Накладывается На Некую Визуальную Прорисовку Например Отображение Списка И Некоторые Старые Телефоны Это Достаточно Плохо Тянут И Поэтому Я Я использую Дилей Для таких Случев Очень простая Функция Поэтому Переходим Сразу К следующей И Сразу Разберем Еще Одну Простую Функцию Которая Называется Count Практически Я ее Не Использую Но Опять же Она Весьма Простая Единственное Что Здесь Видите Сразу Меняется Тип С Того Который У вас Был На Тип Лонг Потому что Логично Оно Возвращает Количество Чисел Результат Собственно Будет Два Сейчас Мы Увидим Результат Два Все Очень Просто Поэтому Не будем На этом Долго Останавливаться Перейдем К следующему Оператор Оператор Default If Empty То есть Очень Тоже Простой Оператор И Полезный Например Users Not Found Давайте Так Напишем Сейчас Он Выведет Все равно Юзеров Он Работает Сработает Только Тогда Если Результат Который Возвращает Обсюр Был Пустой То есть Там Ничего Нет Да То есть Ничего Он Не Имитировал Потому что Здесь Он Выведет User1 User2 Теперь Допустим Представим Что Сервер Нам Вернул Пустой Запрос И Давайте Сейчас Так Сделаем Skip1 Да И вот Мы Скипнули Соответственно Ничего Больше У нас Не Осталось И Он Сразу Написал User Not Found Например Хорошо Работает Для Всех Не Сработало То есть Если У вас Вернулось Пустое Значение Единственное Минус Как сказать Вот здесь У нас Строки То есть Если Там Будет Что-то Более Сложное Объект Класс То Соответственно Надо Будет Как-то Думать То есть Возможно Handlet Это Пустой Класс Но Это Плохо Это Костыльно На Мой Взгляд Поэтому Оно Больше Срабатывает Тогда Когда Например Вы Со Нет То есть Такое Тоже Бывает Например В списке Чата У вас Есть Список Этих Сообщений Из Чата И Допустим Если У вас Нет Ни Одного Сообщения Вам Нужно Отобразить Что-то Типа Добро Пожаловать Напишите Своё Первое Сообщение Что-нибудь В таком Духе И вы Проводите Это Сообщение В этом Методе If Думаю Здесь Все Понятно Поэтому Продолжаем Дальше Оператор TimeInterval Указываем Его Здесь Так А Тут Есть Юниты Ладно Просто Возьмем TimeInterval И он Видите Сразу Превращает Результат Не Просто В Ваш Тип А В Такой Некий Дженерик Дженерик Типа Таймед Которого Соответственно Вместо Т Или Параметра Указан Ваш Тип Соответственно У нас Сразу Получается Такая Штука Как Result Time Вот Здесь Смотреть Время Когда Было Последние Изменения И Собственно Сам Value Сейчас Запустим Ну Поскольку У нас Никакой Разбивки Нету По Интервалам То Он Сразу Просто Отобразит Это То 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 Это Работает Хорошо Только В том Случа Если У вас Данные Приходят Скажем Так С Неким Распределением Во Времени Time Value Ну Да Понятно То Прошлого Выпуска Там Прошло Ни о чем Да Давайте Мы Здесь Побольше Параметров Укажем Я думаю Все равно Какое-то Небольшое Расхождение Будет Просто За счет Того Что Он Не Сможет Сразу Обработать Все Данные Так Еще Раз Ну Да Тут Какое-то Вообще Просто Видите Минимальное Один Один Я даже Не знаю Что Это Одна Миллисекунда Наверное Тут Прошла Просто Прежде Чем Он Выпустил Ну В принципе Наверное Можно Тут Какое-то Сделать Такую Штуку Что-нибудь Типа Zip Выс Давайте Попробуем Вагл Там Нет Интервал Там 100 Не Давайте 300 Там Юнит Миллисекунд А Функция Аж Нужна Точно Функшн Что-то У нас Стринг Ну Вонг Соответственно Стринг Так Этерн Т1 Т2 Т2 Стартеран Т2 Ну Вот Сейчас Должно Быть По идее Некая Разбивка Во Времени Хотя Нет Он Применит Та Он Просто Задержкой В 300 Миллисекунд Все это Сделает А Нет Нет Все Правильно Да Все Правильно Я сказал А Да Период 300 Миллисекунд Все Правильно Да То есть Вот Видите По 300 Миллисекунд Прошло Как раз Да Все Правильно Потому что Он Выпустил User1 User2 User3 И Zip Зиповал Это С запросом По 300 Миллисекунд Каждый Который Выпускает Цифры 0 1 2 У нас Получилось User1 0 User2 1 User3 2 Число Ну и Вот Разница Между ними Составила 300 Миллисекунд То есть Ну я Не знаю Это Типа Давайте Так Вот Если Покажу Online Go То есть Вот так Будет Логичнее Да Ну То есть Для чего Это Может Быть Использовано Давайте Даже Вот Так Перефразируем Ну Думаю Суть Вы Уже Поняли Как бы Но Я Все Рано Хочу Сделать Чтобы Это Было Совсем Понятно Вот Наш Value Was Online Правда Надо Тогда Убрать Вот Эту Штуку Ладно Давай Давайте Вот так Сделаем Да Was Online It Time Ago 2 Seconds Я не Буду Сейчас Сложно Каких-то Преобразований Делать Просто Ну Вот Да Точно Для этого А ну И надо Если У вас Во Времени Какие-то Данные Приходят То Вот Пожалуйста Разница Ваша Интересно Что Здесь Указано 600 Миллисекунд Время Выпуска То есть Следующих Данных А здесь Прошло 599 Интересно Такой Интересно Такая Флюктуация Ладно Я думаю С этим Оператором Все Понятно Мы Переходим К Следующему Оператору Итак Следующий Оператор Это Таймстэмп Очень похоже На Предыдущий Оператор Только Он Показывает Не Скажем так Не Время Прошедшего Запроса А Время Текущий Таймстэмп То есть Тут Логичнее Было бы Вот так Допустим Фразу Сделать Но В принципе В остальном Суть Не меняется Смотрим Как это Выглядит Ну Понятно Что Время В Unix Таймстэмпе Но Если Вы Это Приведете К нормальной Дате Через Йода Или Просто Через Родную Встроенную Дату То Получится Нормальное Время То есть Ну Вот Собственно Больше Тут Добавить Нечего По сути Ничем От Тайм Интервал Не Отличается Поэтому Переходим Сразу К Следующему Следующий Оператор Это Таймаут Я тут Поставил Некое Значение Давайте Я еще раз Напишу Как это Все Пишется Он Выбрасывает Ошибку На тот Случай Если У вас За Определенный Период Который Вы Вот Так Можете Указать Скажем Не Было Имитировано Ни Одного Айтема То есть В таком Случа У вас Производ Ошибка Грубо Говоря Это Нужно Использовать Для Тех Реального Времени И для Вас Важно Именно Время За Которое У вас Приходят Данные То есть Если У вас Данные Не Пришли И Не Отработали За Кое Определенное Время Которое Вы Указали Для Вас Дальше Уже Не Важно Что Они Придут В Будущем Вы Обрабатываете Это Как Некую Ошибку Давайте Посмотрим Как Это Выглядит Ну Странно Что Здесь Timeout Exception Не знал Что У него Нет Никого Локализованного Сообщения Ну В общем Да Выбрасывается Вот Такого Типа Ошибка Если Мы Укажем С другой Стороны Число Любое За Время Которого Пришел Хоть Один Айтем То В таком Случай У вас Отобразятся Все Остальные Айтемы 700 Миллисекунд Ну Вот Собственно Все Все Три Айтема Отобразились Тоже В принципе Достаточно Понятный Оператор Я его Конкретно В своей Практике Не использую Но Может Пригодиться Для каких-то Особых Интересных Скажем Так Случаев Поэтому Мы Переходим К последнему Вернее Даже Целому Семейству Операторов И Сейчас О них Поговорим Итак Наше Последнее Семейство Операторов Это Операторы Do И Как Вы Видите Я Уже Тут Все Написал На Каждый Из Действий Например Вот OnNext Который Здесь Обрабатывается Леонер Существует Такой же Оператор Который Срабатывает Тоже Каждый Раз Когда Вызывается Действие У источника Данных Объясню Немного Сложное Поясню Вот Есть Fetch Users У него Вызывается OnNext Срабатывает Вначале DoOnNext Потом Собственно Сам OnNext В чем Собственно Прикол Зачем Нужно По сути Два Дублирующих Действия А DoOnNext Нужен Для действий То есть Скажем так Вот здесь Вы можете Прописать Непосредственно Бизнес Логику То есть Грубо говоря Представим Что у нас Здесь Отображение В списке Есть Но между DoOnNext И Собственно Самим Next Стоит Фильтр Который Пропускает Только Юзеров С Айтемом Один Вы Хотите Знать Например Всех Юзеров Которые Вам Пришли Да А вот Здесь Вы Можете Например Выводить Только Тех Юзеров Которые Прошли Через Фильтрацию То есть Они Конечно Дублируют Да Но DoOnNext Все-таки Нужен Для Подобные Такие Операции DoOnSubscribe И так далее Нужен Именно Для того Чтобы Скажем так Более Какие-то Лагирующие Такие Системные Операции Делать Понимаете То есть OnNext Сами Непосредственно Операции Их нужно Использовать Для конкретной Бизнес-логики Они более Такие Финальные Ну вот В качестве Примера Вот то Что здесь Написано Я уже Выводил Видите У нас Вызывается DoOnSubscribe Когда мы Подписались Потом у нас Вызывается Пришли Первый Узер Вызвался DoOnNext Вот эта Операция Наша User1 Он Прошел Фильтр И попал Собственно В саму Бизнес-логику То есть Мы вывели Вот Result User1 Дальше У нас Приходит User2 Он не Проходит Фильтр Он не Попадает В бизнес-логику Но здесь Мы все равно Его видим То есть Возможно Здесь Вы хотите Какие-то С ним Операции Сделать Например Вы выводите Юзеров По определенному Признаку В список Но вы должны Посчитать Сколько всего Юзеров Есть в системе Вот здесь Вы можете Увеличивать Счетчик А вот здесь Допустим Вы можете Считать Выводить Тех юзеров Которых Вам надо Ну и Собственно Последний Оператор DoOnComplete Вызывается Тогда Когда Ну собственно Пострим Завершил свою работу Это на случай Если вы хотите Провести Некую Финализацию Действия Например Вывести Какой-нибудь Тост Из разряда Все Все юзеры Посчитаны Поток Свою работу Завершил То же самое С DoOnError То есть Как бы Ну вот Здесь Совсем Трудно Потому что В принципе Что здесь Что здесь Примерно Плюс-минус Одно и то же Ну это Целое Семейство Операторов То есть Они более Такие Служебные Они для Более служебного Обращения Работать с ними Или нет Или запихивать Все непосредственно В Сабскрайб Уже решать вам Хотя вот Допустим Вот с таким примером Как я привел У вас по-другому Не получится Вам все равно Придется разделить Отдельно OnNext метод И отдельно DoOnNext То есть Для таких вещей Он нужен Но вот Тем не менее Не рассказать я о нем Не мог Потому что Это очень такая Полезная Достаточно нужная Фича Ну в общем По другим операторам Я закончил То есть Вот в этом блоке И мы должны Перейти к следующему блоку О котором я расскажу Сразу же После небольшой Заставочки Вы скажете мне Алексей Все эти демонстрации Это конечно Очень круто Но где нам Брать эти источники Данных Потому что Все что я проводил В примерах Это по сути Некие такие Фейковые Вымышленные То есть Придуманные Специально для примеров Источники данных А что если Скажу вам Что абсолютно Любой UI Элемент Можно превратить В источник данных Для этого Существует Такая штука Как RX Binding И мы сейчас На практике Посмотрим Как это работает В реальных условиях Отчасти я Уже приводил Вам пример Когда мы Разбирали Это в Дебаунс Но я думаю Пришло время Попробовать Полноценный RX Подход В работе С UI элементами Итак RX Binding Я собственно Показывал Уже Эту библиотеку В другом видео Которое посвящено RXJR Второй части Ссылку вы найдете В описании На это видео Но Это было Совсем так косвенно И Сейчас я покажу Это чуть более подробно То есть Конечно Мы не будем Проходить по всем Без малого Сколько их там Отих операторов Которые Вернее не операторов А функции Которые работают Со всеми Наверное Визуальными компонентами Которые так или иначе Указаны Вернее Присутствуют в андроиде Но Тем не менее Мы попробуем Создать Такой некий Пример на Тестовые функции Которые Можно применить И потом расширить До вызова Апи Хотя Саму Апи Наверное Мы сейчас Применять не будем Потому что Это уже Скажем так Чуть более сложная Тема Собственно Как подключается Это дело То есть Вы подключаете Core Библиотеки Вот он Находится здесь Это у нас Для того Чтобы поддерживать Саппорт Компоненты Для того Чтобы поддерживать Апкомпорт Компоненты То есть Которых у нас Там всякие Ресайклер Вью Карт Вью И так далее Так Переходим К нашему Map Фрагмента Это одно Из моих Приложений Которые Я пишу Собственно Вот он Тот код Который Мы смотрели В RX2 Давайте Сделаем так Во-первых Мы Воспользуемся Оператором Skip И укажем Что первые Пять Скажем так Символов Мы Делать не будем Потому что Зачем То есть Мы ищем адрес Да Там Логично Что бы там Ну хотя Наверное По первым Трем Скорее Вместо того Чтобы идти Сюда Мы Сделаем Следующим Образом У нас У вот этого Мапа Есть Нету Презентера Окей Ладно Тогда мы Пойдем Прямо Полным путем Создадим Для него Презентер Поскольку Мы работаем С Мокси Здесь будет Такой Некий Интеграционный Процесс То есть Мы Посмотрим Несколько Библиотек Сразу Так Тут Соответственно Надо сразу Для него Создать View Так Который у нас Должен быть Унаследован От MVP View И здесь Будет Один Единственный Метод Что-нибудь Типа Шоу Создавайте Так А нет Шоу Suggestions Потому что Это же у нас Подсказки Правильно Так Шоу Suggestions Тип У него Так Стратеги У него Будет Создать To End Хотя Нет Давайте Нет Лучше One Execution Пускай Будет Так Еще не так Будем Абстракт Она и так А Ну конечно Я указал Здесь класс А должен быть Интерфейс Так И здесь Собственно Будет У нас Наше Предположение Которые Будут У нас Содержать Список Из Стрингов Обратите Внимание Что здесь Мы указываем Не Какой-то Array Лист Линкет Лист Мы максимально Адаптируемся Теоретически Я мог Указать Коллекшн Но Здесь Конкретно Нужно Спуститься На Более Более Низкий Уровень Абстракции И указать Более Конкретный Интерфейс Который Называется Лист Передавать Я сюда Могу Как Линкет Лист Так И Рей Лист В этом Собственное Удобство Полиморфизма И использование Вот такого Подхода Так Указываем MapView Что не так То А Конечно Нет Стоп Непонятно Я походу Не тот MapView Указал Ну да Логично Так Вот Это MapView Нам Надо Указать Функцию Пускай Будет Fetch Suggestions Inject InjectView State Так В дате У нас Должна быть Функция Некая Которая Нам Возвращает Наши Собственное Адреса Наши Suggestions Правильно Для этого Мы указываем Для этого Нам нужно Remote Создать Потому что Это наша Часть Удаленная Так Здесь у нас Должен быть Интерфейс Имплементация И давайте Так Сделаем Так Теперь Указываем Интерфейс Интерфейс Так Адрес 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 Так Например А здесь Собственно Будет Адрес Remote Имплементация Так Все Я не помню Кстати Указывал Или я Здесь Даггер То есть Есть ли У меня Дерево Зависимости Судя по всему Есть Да Есть Дерево Зависимости Сейчас Мы создадим Тогда Отдельный Модуль Для этого Дела Так Функция Здесь Будет Собственно Одна Она Будет Возвращать Поскольку Мы будем По одному Рез Запросу Пулять Мы будем Делать Вот так Так Поскольку Она должна Быть Унаследована От Адрес Remote И вот Он сразу Подскакивает И подсказывает Что Собственно Нам Сделает Функция Но мы Сделаем Вот так У нас Всегда Будут Одни Те же Соджешены А Ну да Логично У нас же Должен быть Один Стринг А Так Нет Что-то Я не То Указал Сейчас Один Результат Должен Быть Правильно Так Сейчас Мы Даже Подумаем Погодите Давайте Сделаем Нет Давайте Сделаем Вот таким Вот Образом Чтобы Немножко Усложнить Задачу Сделаем Observer Должен Был Create Так Здесь У нас Будет Некая Работа То есть Выполняться Что Не так А Ну да Не совпадает С типом В интерфейсе Допустим Мы Сделаем Вот так Thread Slip 100 Next Адрес 1 Тогда У нас Соответственно Здесь Маленько Меняется Концепция У нас Здесь Не Лист А Стринг Потому Что У нас Все Таки Не Сингл Разом Выдают Целый Лист А Такой Плавающий Во Времени Поток Данных Слип Там Пускай Будет Еще 300 Адрес 2 Invalid Давайте Так Это Мы И так Будем Помечать Адреса Которые У нас Не Подходят Под Запрос Ну По Каким ли Причинам Например Мы Не Хотим Видеть Адреса Которые Не Входят В Москву Ну Скажем Так Да Ну И Последний Еще Так Сделаем И Здесь Вызовем On Complete Все Адреса Error Не Будет К сожалению Потому Что Потому Что У нас Нереальные Запросы Но Вы Всегда Можете Вместить Какой-то Ваш Конкретный Запрос Вашего Клиента Либо Через Rx Java Call Adapter Factory Я Это Покажу Когда Будем Исследовать Библиотеку Retrofit Потому Что Это Скорее Не Относится Вы Сможете Прям Свои Интерфейсы Запросов Фигачить В Ну Прям Сразу В Рx Оболочки Сингл Все Робл И так Далее Теперь Ладно Теперь Мы В Презентере Нам Надо Заинжектить Во-первых Так Ну В этот Презентер Нет Такого У меня Компонента Инжект Так Презентер Map Презентер Отлично Теперь Нам Нужно Создать Соответствующие Компоненты Для Даггера Это Вот Ремоут Модуль У меня Есть Ну Конкретный Клиент Есть Уже Запроваженный Давайте Мы Создадим Provider Модуль Который Будет Нам Вот Такие Классы Ремонт Возвращать Пометим У Анотации Модуль Так Насчет Ремонта Я Неправильно Назвал Неправильно Назвал Давайте Мы Это Переименуем В Адрес Провайдер Да И соответственно Вот видите Адрес Провайдер Тоже Переименовался Потому что У них Похожие Названия В этом Плюс Такого Скажем Так Нейминга Да Ну Если Назвал Это по-другому Они Он бы не Зарефакторился Его бы надо было Отдельно Рефакторить Так Ладно Отмечаем Функции Провайдер Провайд Адрес Провайдер Как бы это Тупо Не звучало Обратите Внимание Что здесь Мы указываем Интерфейс А здесь Мы возвращаем Имплементацию В таком Случае Достаточно Легко Подменить Одну Имплементацию На другую Так Провайдер Модуль Указали В принципе Больше нам Ничего Не надо Нужно Только добавить Этот модуль Ко всем остальным Предлагает Сразу Вот так Заменить Сколько У меня Тут модулей Это всяких Разных Так Ладно Указали В презентер Отвоткнули Соответственно Можно теперь Инжектить Инжект Так Как же Он у нас Называется Он у нас Называется Адрес Провайдер Провайдер Повно Так Да Провайдер Вот он Ну и соответственно Здесь Что мы делаем Мы здесь Делаем Скрайбон Обязательно Потому что Вы помните Да У нас там Куча Скажем так Куча Различных Сейчас я еще Дисплсбэк Создам Куча Различных Слипов На трейде На основном Трейде Это было бы Делать Ну как бы Неразумно Ой господи Чего Ну поскольку Это библиотека У нас Мокси У нее есть Перегруженный Метод Ондестрой Но если Вы пишете Какой-то Свой Презентер Не используя Библиотеки Мокси Вы Всегда Можете При вызове Жизненного Цикла Вашего объекта Активити Или фрагмента Вондестрой Просто дернуть Соответствующий Метод Здесь Просто создать Метод Вондестрой И дернуть Его извне Здесь мы Берем Просто все Данные Которые Есть И Выдаем Их Во View State А Здесь у нас Единственное Что Лист То есть Наверное Неправильно Давайте Так Мы здесь Тоже Поменяем Возможно Они Здесь Должны Как-то Коллектиться То есть Так Что Там У нас Suggestions Ну Error Я не буду Выводить Если Так Все Понятно Так Теперь Возвращаемся В наш Map Фрагмент Берем Наш Презент А Презент Мы Не Добавили И Соответственно Нужно Добавить Нужный Метод Вернее Не Метод А Нужный Интерфейс Ну И Его Метод Тоже Здесь У нас Я не буду Городить Прям Целый Лист Который У нас Будет Появляться Но Я вам Просто Покажу Вот Допустим У нас Здесь Некий Список Отображается Когда ты Печатаешь Ну Все Видели Список С Подсказками Ну И Он Соответственно Меняется В Момент Когда У вас Приходят Какие То Новые Адреса Так Теперь Я Просто Здесь Залогирую Это На самом деле Чтобы Мы Увидели Какие Данные Приходят Так Ну И Все Собственно Здесь Мы Вызываем Fetch Suggestions Задали Все Какие Так 500 Секунд Это Слишком Много Так Skip Что Тут Еще Можно Какие Задать Данные Да Fetch Suggestions Давайте Здесь Нас Интересует Filter It Contains Invalid То Есть Вот Эти Вот Нас Лишние Всякие Не Интересуют Да Плюс Нас Интересует Так Что Нас Еще Может Интересовать Бонстаг Ну Вроде Так Ничего В голову Не приходит Надо Может Там Еще Пождите По Операторам Подумать Вроде Для Задач Больше Пока Ничего Не Надо Здесь Можно Еще Допустим Так Ну Что Сюда Можно Добавить Да Можно Добавить Нет Наверное Ничего Так Ну Давайте Запустим Посмотрим Что Будет Происходить То Есть Текст View Вот Этот Текст Map Адрес Это Я Показывал Уже Мы На него Навешали Ну Вот Из-за Вот Этого Rx Text View Мы Взяли Один Метод И Передали В него Наш Text View Все Дальше С ним Можно Работать С Полноценным Потоком Данных Также Вы Можете Работать С Абсолютно Ну Практически Любым Ю Элементом Отслеживать Все Что Угодно Я Не Знаю Там Изменение Текста Изменение Цвета Этого Текста Там Как Угодно То Есть Любые Операции Вы Все Превращаете Там Аб Лист View Есть Да Сейчас Scroll Events Окей Вот Пожалуйста Scroll Передайте Лист View Правда Здесь Абстрактный Лист View Окей И На Scroll У вас Тоже Становится Потоком Данных Вы Берете И Скипаете Не знаю Там Представьте Дебаунс И У вас Допустим Не каждый Scroll Срабатывает А только Когда Scroll Остановился И Так Вот Чем Угодно Практически То Есть Там Rx View Берете То Rx View Group Пожалуйста Сколько Вы Видите Клик То Любой Клик На Любой Интерфейс Можно Превратить В Вот Допустим Тот же Клик На Кнопку Вы Можете Тоже Превратить Поток Данных Например Если Чувак Часто Кликает На Кнопку Можно Это Как То Можно Как То Пропускать Нажатия Можно Фильтровать Как Угодно Что Угодно Любой Элемент Превращается В поток Данных То Есть Это Почему Я Вначале Говорил Что Rx Java Это Целая Парадигма Она Вот Потому Что Для вас Все Становится Источником Данных Вы В принципе Мыслите Путем Такой Рек Информации Которые Где-то Пересекаются Где-то Разливаются Где-то Там Наоборот Они По Отдельности Идут И так Далее То есть Это Важный Момент Вы Должны Понимать Что При подходе Rx Java Лучше Вообще Все Прорешать Поток Данных То есть И Работать С этим Как С потоком Данных То есть Зиповать Какие-то Функции Например Вот Вы Передали В презентер Вам Все Эти Операции Которые Я показывал Предыдущие В двух Видео Ну И В первом Тоже Видео Они Применяются Не только Каким-то Запросом Сбека Но Они Во все Визуальные Элементы Тоже Применяются То есть Все Визуальные Элементы Тоже Становятся Потоками Данных Они Тоже Становятся Как бы Спассивны Такой Точке Наблюдателя То есть Когда Вы Обычно Программируете Вы Все действия Делаете Императивно То есть Вот Пожалуйста Кнопка Set On Клик И вот Все На нее Назначили Кликер То есть На нее Нажали Он Вызвал Абстрактный Метод Интерфейса Произошло Действие Здесь Как бы Ничего Не начинается До тех пор Пока Действие Не свершилось То есть Вы просто Как бы Говорите О том Что Вы хотели Бо Получать Уведомления От этого UI Компонента А дальше Как только Начнутся События Это Может Вызвать Ну Я не знаю Хороший пример Вы когда Ни видели Может быть Ролики Где Человек Запускает Какой Нибудь Шарик Который Катится По Горочке Потом Он Сбивает Дощечку Деревянную Та В свою очередь Сбивает Более Длинную Дощечку Та Не знаю Какой Нибудь Рычаг Трогает И Вот Так Целая Комната Событий Происходит После Какого Одного Толчка Шарика Или Скажем Есть Куча Шкафов Один Падает Толкает Второй Толкает Третий Третий Четвертый Одно Действие Вызывает У вас Целую Цепочку Событий Огромную Все зависит От того Насколько Вы Длинно Ее Сделаете Именно Вот Так Работает РХ Для Этого Он Нужен Поэтому Он Такой Мощный У него Столько Операторов И так Далее Программирование Ну Он Не Новый То есть Он Давно Уже Не Новый Но Для Человек Который Привык Допустим И обучался Обычному Императивному Стилю Для него Это Просто Новый Стиль И К нему Надо На самом Деле Привыкнуть Не Все Так Просто Как Кажется То есть Надо Попробовать Вначале Заменить Допустим Какие Вызовы Апи Потом Попробовать Заменить Юай Такие Очень Компактные С точки Зрения Кода Запросы Которые В итоге Превратятся В невероятные По своей мощи Какие-то Внутренние Под запросы Внутри Вот этого Всего Под капотом Но Здесь Самый Главный Момент На мой Взгляд Не Увлекаться Потому Что Так же Как С Регулярками Вы Наверное Видели Регулярки В которых Они Что-то Невероятно Мощное Делают Например Фильтруют Огромный Список По 1000 Параметров А вы Просто Не можете Прочитать Потому Что Он Слишком Сложный Код Должен Быть Достаточно Читаем Для того Кто К нему Придет Через Кое-то Время Например Новый Человек Или Вы Сами Через Год Не Должно Быть Такого Что Вы Пришли В функцию У вас Какая-то Невероятно Сложная Логика Операторов С Этими Switch on Next Конкат Мапами Чтобы Просто В него Внести Какие-то Правки Этот Момент Тоже Учитывайте А мы Давайте Понабираем Собственно После Небольшого Дебаггинга Я Обнаружил Свою Ошибку Что У меня Здесь Не был Указан MVP Обком Под Фрагмент Из-за Этого Не Инициализировала Сама Презент Обращайте На Это Внимание Потому Что Ну Скажем Так Не Всегда Очевидно Я Не Понимал Почему У меня Здесь Допустим Ничего Не Проходило Никаких Операций А на Сам Деле У меня Убрасывалась Ошибка Что Лейт Энит Property Знаете Эту Ошибку Итак У нас Выкинулось Поскольку У нас При Инициализации Сразу Сработало Скажем Так Давайте Вот так Сделаем Чтобы У нас Так Не Зарабатывало То Мы Пустые Запросы Не будем обрабатывать В принципе И Давайте Мы еще Будем Скипать Первые Три Как я И делал То есть Что у нас Будет Происходить Дальше Мы Пишем Адрес На Скажем На Шестой Букве Потому Что Есть Такой Нехилый Дебаунс В полсекунды У нас Произошел Вызов Метода У нас Вызвался OnNext То есть Это Я На Ду OnNext Повесил Смотрите Обратите Кстати Внимание То Что Я сегодня Говорил Повесил Лагирование Чтобы Понимать Все Приходят И вот Пожалуйста Пришел Первый Адрес Мы Отобразили То есть Добавили Список Пришел Второй Адрес Мы Его Пропустили Потому Что Он Не Прошел Фильтр Пришел Третий Адрес Он У нас Тоже Отобразился Ну И Четвертый Адрес Соответственно Отобразился То есть Дальше Если Мы Ну Понятно Что Реальная Апиха Нам бы Отдавала Каждый Раз Разные Значения Просто Видите Я набрал Она Отработала Только Через Кое-то Время Понятно Что Реальная Апиха Нам бы Отдавала Скажем Так Ну Более Менее Реальные Значения Если Давайте Поступим Так Я Доработаю Это Видео С Реальным Апи То есть Прям Покажу Как Это Выкладывается Ну То есть Возьму Открытая Апи Есть Такой Которая Подсказки По Адресам Дает И Выложив Видео Как Вот Ну Я беру Дорабатываю Конкретно Вот это Вот То Что Я вам Сейчас Показал До Вызова Реального Апи С обработкой Всех Ошибок И состояния И так Далее Визуально Если Мы Соберем Ну Скажем Для Моего Канала Наверное 100 Лайков Под этим Видео Давайте За Какое Время Вот Если Мы К Концу Апреля То есть К 1 мая На этом Видео Будет 100 Лайков Я Сделаю Такое Видео Окей Единственное Что Если Я Вдруг Про Это Забуду Такое Тоже Может Быть Я Человек Как И Все Остальные Обязательно Напомните Об этом В комментах Я От своих Слов Не Отказываюсь В этом Смысле Так Ну Еще раз Повторю Что Смысл В том Чтобы Грубо Говоря Вы Работали С Любым Визуальным Компонентом Точно Так Же Как И С Потоком Данных То есть Для вас Все Должно Быть Источником Данных В этом Смысл Подходы Рыжавы И вообще Паттерн Наблюдатель То есть Для вас Все Вы Для всего Наблюдатель Приложение Работает Полностью Асинхронно Раньше На заре Скажем Так Приложение Строения Это Была Нормальная Тема Что Очень Много Происходило Асинхронно Потому Что Одноэдерные Процессоры Хотя Дело Даже Не в этом Дело В том Что Сами Приложения Были Крайне Примитивными Очень Примитивными Вот И даже Если у вас Были Асинхронности Они Были Максимально Примитивные Грубо говоря Покрутить Лодер Отобразить Результат И Все Никаких Переходов Между Страницами Одна Страница Одна Статья Я не знаю С ростом Сложности Приложения У вас Появились Пуши У вас Появились Диплинки Появилась Масса Всего Что Работает Весьма Асинхронно Приходит Абсолютно Любой Момент Можно Начать Что-то Печатать Что-то Тыкать И так Далее И тому Подобное Все Это Надо Обрабатывать Асинхронно И Соответственно Модель Работы Приложения Тоже Должна Становиться Асинхронной Собственно В этом Нам Помогает Рекс Джава То есть Он Поскольку Мы подходим Ко всему Как потоку Данных Мы Со всем Работаем Скажем Так Асинхронно Более Подробно А вот Именно Асинхронности С точки Зрения Многопоточности То есть Как это Происходит В разных Потоках Как Все Конфликты Типа Состояние Гонки Или Дедлог И так Далее Мы Посмотрим В рамках Других Видео Которые Начну Делать Сразу После Вот Этого Но Я Об Этого Расскажу Вот Буквально Сразу За Этим Блоком Ну А Вот Конкретно По Источнику Данных То есть Все Операторы Которые Мы До Этого Рассматривали Берете UI Элемент Прикрепляете К нему Любые Операторы Которые Вам Нужны То есть Вы Должны Работать С этим Как Мне Нужно Клик На Кнопку Сделать Берете RX View Клик Пожалуйста Все Дальше Настраивайте Фильтрами Дебаунсами Скипами И так далее Например Игнорировать Второе Нажатие Кнопки Не Не Срабатывать Если Что-то Случилось Если У кнопки Определенный Тайтл Зип С Каким Другим Вызовом Например Вы Должны Две Кнопки Нажать Как Угодно Фантазия Абсолютно Бесконечная Сейчас Я вам Еще Хотел Показать Под конец Одну Такую Штуку А Именно Как Это У меня В Примитивном Виде Работает В моем Боевом Проекте Есть Запросы В Которых Есть Старый Проект Это Старая Версия И Я Здесь Маленько Неправильно Все Делал Я В основном Использовав Для того Чтобы Просто Делать Сабскрайп Айпон Абсюр Фон И так Далее И Вот То Что Я Говорил Про Это Вот Непереписанная Еще Непереписанная Версия Переписанная Сейчас У меня Находится На бою Но Допустим То Что Я Говорил Про Ретрофит Я Вам Покажу Более Подробно Объясню Отдельно Для Тех Кто Интересуется Благодаря А запрос У Вас Сразу Возвращается Вот В такое Вот Поле Тут Наверное По этому Блоку Все Поэтому После Небольшой Заставки Я расскажу Вам О том Что Вас Будет Ждать Следующих Видео Ну А это Было Видео Посвященное RX Java Мы Рассмотрели С вами Оператора Объединения Остальные Всякие Операторы Поговорили О том Как Это Используется На Практике Как Всегда Я Буду Благодарен Вам Если Вы Будете Оставлять Комментарии Пишите Комментарии Я Все Читаю Отвечаю Возможно С Некоторой Задержкой Но Все Так Отвечаю Делитесь Этим Видео В соц Сетях Если Оно Оказалось Вам Полезным Возможно Оно Окажется Полезным Еще Кому То Поспособствует Развитию Канала Ну А Также Ставьте Лайки Или Дизлайки Если Вам Не Понравилось Потому Что То Что Вы Делаете Развивает Канал Всем Спасибо И Пока Продолжение следует Продолжение следует